В областной филармонии завершился 10-й всероссийский конкурс русского романца. Его участники рассказывали историю любви на языке музыки. Члены жюри, зрители и наши корреспонденты оценили мастерство конкурсантов. Заявки на участие в конкурсе подали более 200 исполнителей. В финал вышли 25. Гран-при удостоилась солистка из Москвы, оперная певица Елизавета Пахомова. Она выступала в номинации «Классический романс». Для меня большая радость, большая неожиданность, что так мой труд, наш труд с моим концертмейстером Павлом Шестовым его оценили. И, честно говоря, было очень волнительно, поскольку конкурсанты все очень сильные, очень конкурентно способные. Члены жюри и представители Владимирской областной администрации поздравили финалистов и вручили им памятные награды. Позвольте от себя лично, от губернатора области Александра Авдеева поздравить им с прекрасным конкурсом. И сегодня вы точно на этой сцене увидите настоящих артистов. Они такими являются в своей жизни. Им аплодисменты. Художественным руководителем конкурса является его основатель, главный дирижер Владимирского русского оркестра Анатолий Антонов. События проходят под патронажем Департамента культуры. Десятый конкурс стал самым массовым. Во Владимир приехали участники со всей России, а также из Беларуси, Латвии, Узбекистана, Китая и других стран. Я за всех рад, потому что конкурс – это отличное событие, которое встряхивает себя немного от обыденной жизни, заставляет поволноваться. И если ты получаешь премию, то заставляет себя как-то больше поверить, себя больше уважать. Уважаешь себя, на сцене это уважение почувствуют и зрители. Среди зрителей есть и опытные исполнители. Оксана родом из Республики Коми. Признается, сама уже два раза принимала участие в этом всероссийском конкурсе. Для нее это радостное событие. Среди участников этого года есть свои любимчики. «Романс» – это песня для взрослых. Зрелые чувства, любовь, слезы и драма – вот ее ожидания от сегодняшнего финала. Песня, да, может и трехлетний ребенок спеть, «Катюша», допустим, «Расцветали я бы не игруши». А «Романс» – все-таки такая тонкая грань, которую нужно так прочувствовать, через себя пронести, чтобы зритель расплакался. Я думаю, что многим это удалось сделать именно в 10 сезоне. Победители и лауреаты выступили на заключительном галлоконцерте. Трансляция велась в интернете. Александр Инин, Наталья Старковская, Андрей Беляков.